Субтитры сделал DimaTorzok 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 какая-то. А так, по-моему, 22-й, в общем и целом, был намного хуже 20-го. Как по мне. Почему? То, что произошло, я в этом году плакал. Я в этом году плакал. Я давно не плакал, и в этом году да, я плакал. В феврале, когда я тоже услышал эту новость, я... Нет, не в феврале. А, прошло. Мы лет плакали. А, ну это да. Это у всех, наверное, так было. Но первый вот, первая депрессия, так скажем, первый стресс я оставил в феврале, хотя это прямо не касается меня. И даже косвенно как-то почти, что меня не касается, но я, когда прочел эту новость, более того, я так скажу, где-то за неделю до этого в сети начали распространяться сухи, то, что Россия скоро нападет на днях. И я в это начал верить. Сначала я поймал, так скажем, этот звонок, то, что мне стало чуть-чуть плохо, потом я себя успокоил. Но вот, когда уже она реально напала, мне стало очень плохо. Очень плохо. Я не знаю, почему. Да, да. Насчет этого я прям вообще не верил. 25-го, я когда услышал, я такой, вот прям вот такое было, типа, шоковое состояние. Я не понимал, да как это возможно? И тем более, я же русист, и вся моя работа связана с русской культурой, да? И я такой думаю, У вас нет такого чувства, что, типа, если кто-то там ездит в Россию или что-то, вы к этому негативно относитесь. В смысле ездить в Россию? Ну, типа, вот таких бизиков у вас не появилось, типа, все, ты делаешь что-то, связанное с Россией, ты поддерживаешь. Да, да, есть такой. Нет, хотя мои знакомые ездили, я к ним отношусь нормально, да? Но, если человек относится хорошо к, не то что к России, к правительству России, у меня сразу такой пишет на адресе к этому человеку. У меня вот после февраля, в марте, когда был первый наплыв от россиян, в Ташкент у меня было вот такое негативное чувство к ним. Да, мне было даже неприятно с ними не знакомиться, как будто бы, знаешь, кто-то с чужой бедой просто пришел в твой дом и нарушается твоей личной границей. Я такая, ах. А, нет, у меня такого не было. Чего тебе идти, естественно, решайте свою проблему, вот что-то такого. А сейчас как? Да, а сейчас что думаешь? Сейчас более-менее лучше, потому что сейчас я понимаю, что делали не в их гражданстве, не в их нации, а, блин, разли люди было. На самом деле, самые первые, кто уехали оттуда, это самые разумные, наверное, вот так, если шкалу убрать, да, это самые, так скажем, первые протеста, ну, те, кто протестовали этим своим действием, уезжая оттуда. Нет, реально сейчас... Как бренды, которые оттуда съехали просто. Знаете ж, про отплыв, или как это назвать-то, интеллигенции из Союза. Вот прямо сейчас такое тоже происходит. Самый лучший цвет нации уходит оттуда. Да, так и есть. Они все съехались. Ну, прикольно, в Ташкенте, например, культурная тусовка намного живее стала, благодаря этому. Да, да. Все ожило, как бы, люди не хотят просто сидеть, они тоже в очень подавданном, депрессивном состоянии, они такие, блин, а давайте что-то делать. И именно скука и вот эта депрессия порождает какое-то новое творчество в Ташкенте. И это вообще замечательно, мне кажется. Но, надеюсь, оно не будет, как бы, плохо взаимодействовать с нашей культурой. В смысле? В смысле, что, типа, тот же самый родной язык, родная культура, то есть, когда из неба приходит новое, что это, это отлично, да. И обычно люди забывают про свое. По-моему, это отлично. Это чуть-чуть, нотки моего консерватизма, но, типа, я думаю, этого не будет, потому что мы этот период уже пережили. Ты, наверное, имеешь в виду, помнишь, раньше все национальное считалось некультурным, это же наше, а любая зарубежная вещь, там, русская или английская, грубо говоря, считалась крутым. И мы это пережили, например, и появилась гордость за свою нацию, там, появились футболки, там, Борн, Инвазбекистан, Карагалпакистан и так далее. Мы это уже пережили. Обратно в пинтальность людей вот это засело, что, типа, слушать музыку на Карагалпакистан. А, блин, меня раздражает. Чуваки, это самая лучшая музыка в Локше. Кстати, да, вы слушали Умрвэяга, как он на хобэс, на дутаре поет? Офигенно. Ты впадаешь в какой-то транс, реально. Ты слушаешь ее, а когда он выпьет, да, можно это вырезать? Он приходил к нам домой, он выпивает, он выпивает и просто так поет. Вот этот шипас. Да, я, кстати, вы же сразу как давно узнаете? Я со школы его знаю, но, типа, Повсерсвех недавно переслушала в начале года, я такая понимаю, блин, это же такая национальная, такие... Любимая песня какая? Сейчас скажу. Синь, жир, синь, тунь, туй, лап. Нет, 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 там есть такая песня, где он, типа, очень просто на дутаре поет. На дутаре? Я, кстати, не слышал, что он на дутаре. Дутаре или гитар? Нет, на дутаре. Я тоже не слышал. Я вам скину обязательно. Хорошо. Я, короче, до 15 лет вообще не знал Шраза. Прикиньте? В смысле, по-моему, когда нам было 15, он тогда и появился. За несколько лет, возможно. Короче, как было, я тогда работал в той хане официантом, и как-то очередной той мы что-то там работали, и в какой-то кабине очень много людей забились туда, еще вокруг кабины стоят, и там толпа образовалась, и в коридоре я не могу пройти. Я спрашиваю людей, что происходит, они говорят, Шраз пришел. И там кабина, примерно, вы понимали, что обычно там все человеки 10, но там, наверное, 50 человек поместились, и они все снимали на телефон. И я вот тогда впервые, ну, наверное, не впервые, но вот отчетливо помнил, что, а, блин, кто такой Шраз? Я задался вопросом. Потом вот мне начали рассказывать, это очень известный музыкант, поэт там. Потом через год, вот, опять я вспомнил про него, как-то мы с одним пацаном стояли общаемся, и он говорит, блин, я сегодня на базарочный раз его увидел. И говорю, и что? Говорит, я иду, я его увидел, иду к нему здороваться, говорит, и вместе со мной еще 10 человек к нему здороваться. И там стояли таксисты, говорит, они подошли и сказали, идемте, я вас подвезу. Просто так, типа, не надо денег, чисто из-за уважения. И я вот тогда понял, то, что он очень многоуважаемый человек, и надо как-то его послушать. И, ну, я тогда не слушал, как и ты, уехал в Ташкент, и начал там скучать по родине, нет ни было. Кстати, вот это реально то, что когда ты находишься за пределами родины, ты прям ощущаешь вот эту тоску по родине. Да, она кажется лучше, еще как-то. Знаешь, еще есть такой фактор, что здесь на родине мы не проговариваем свои плюсы, а когда мы там, мы могут спросить, ну, что вы седите? И ты начинаешь расхваливать мамилу еду, или могут спросить, что у вас интересного есть? И ты начинаешь, что каждый твой день там плейс, вот это приговариваешь с каждым разом, ты такой понимаешь, блин, а ведь это правда? А загора, чего стоит загорать? Да, да. Загора с этим, с маслом, блин, вообще. Блин, кстати, я недавно очень вкусно загорую в зормаркете продают, сказали, сами там пекут. Кип Ролдонгас на зормаркете. Это не реклама, типа. Не оплачено пока. Насчет этих певцов, по-моему, лучший, лучший за последние 20-30 лет это Рашид Хужасов. Помните такое? Да, да, очень. Блин, вообще шикарно. Я с его музыкой не знакома, но знакома с персонажем, что он... то есть с его музыкой скорее всего знакома, но не знаешь. Да, что это именно он, У него есть очень популярная песня, где он про дочь, что ли, поет. Да. не знаешь, что ли? Кстати, он, конечно, не про свою дочь, эту песню кто-то заказал, типа того, да, 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 но практически возьмешь любую его песню, она, знаешь, прям такая народная. Да, да. Не, на самом деле, я раньше вот считал то, что я, не знаю, многие песни, многих певцов, оказывается, я их, ну, я просто их не запоминал. Оказывается, так. чтобы вы понимали, я в Трехану устроился после 9 класса. Вот 9 класса, это 2012 год, мы учились в школе, мы слушали рэп русский. Вот это те времена, когда все зарубежное считалось крутым. Особенно рэп в те времена. И, соответственно, тохсан-тохус процент есть эти косыгы, рэпы это русский, там, английский, вылогой. То есть, надо журкать, мне, как-то, как-то, если я их как-то полюбил. То есть, как-то, то есть, как-то, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, не знаю, по-моему, две категории. Одни, которые меня раздражают, другие, которые я люблю. Кстати, я что-то хотел сказать про Рашид Хужасов. А, личная история. В 2009 году была свадьба моей снохи и дяди, соответственно. И он пришел к нам домой после свадьбы, он там пел и сел на какой-то стульчик, там, поели, попили, то и сё. И братишка, тогда еще совсем пацан, он учился там, не знаю, во втором, в третьем классе, взял нож после того, как он ушел, пометил стульчик, на котором сидел Рашид Хужасов своим именем и с тех пор он там, типа, сидел. А это дома? Да, 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 блин, настолько он его обожал. Да, да, прикольно. Знаете еще, что про песни? Народ хорошее время есть и их уважают. Самое незацененное в Карлопокстане это карлопокский поп. Или посткультура. Ты про Мирана? А, блин, нет, по-моему, это Кривизовый. Легенда? Кривизовый? Нет, для меня он тоже легенда. Нет, раньше, когда я, ну, был совсем маленький, я в Ташкенте жил, и... А, это из-за этого, это из-за этого. Разможен. С 2000 какого? С начала 2000 до в 2010-х жил в Ташкенте. До 11-го, да. Да, вот, это из-за этого. Да, да, да. Мы-то понимаем, что он трушный, он самый трушник. Нет, он, вот, я скажу, он реальный, у него песня, он, я считаю, он реальный Карлопок мачо, да. Нет, даже если посмотреть его клипы, как он там, типа, какой он крутой, все такое, у него там девушки на потомцах. Ты видел сейчас такое клипы? Я видел, я помню. Нет, ты сейчас такое клипы видел. Я сейчас объясню, почему я считаю его кринжовым, потому что у него был вот этот жилькишаш, да, он поставил моду, и я пришел в класс, знаешь, девятый, да, здесь, на Кусе, у всех жилькишаш. Он там сделает вот гребешок, этот, да, у всех этот гребешок. Конечно, мобилан делал это на муставо. И мой конформизм, а, нонконформизм, который был там, в мои там 14-13-15 лет, да, и типа, все это, в моем мозгу все это смешалось, типа, фу, типа, да, хотя я понимаю, что он, типа, трушный. Он супер трушный, блин, я, мы, у нас три вычки из Сашкенди собираются с друзьями, с кардалбаками, и просто на фоне ставить клипы диджей Мирана. У меня есть целый серий по каркабаксскому попу. Типа, и мы ставим, смотрим клипы, и мы думаем, блин, в 2008 году он слышал клипы, с бюджетом ноль просто. Их клипы, и для меня они какие-то такие, знаешь, такие. Это клинично, ты, типа, знают историю, что, типа, никто это не смотрит, каналы это не берут, бюджета нет, рекламы, ставок нет, но они такие. Из говной палок, да, в самом деле? Это смотрит весь кардалбакстан, вся молодежь кардалбакстан, а то время. Когда мы на Локи, с Локи передавали, типа, посмотреть, память заканчивается, это удалось. А еще, на DVD, вот эти диски. мне кажется, что сейчас молодежь пассивнее, чем тогда, да? В каком смысле? Ну, во всех смыслах, в плане музыки хотя бы, да? Тогда очень много разных музыкантов было, молодых. Это, наверное, из-за того, что тогда было больше свободы. Больше свободы, Например, вот смотри, если сейчас сниму такой клип, где девушки будут стоять на потанцовках, просто одетых, так скажем, повседневно, в топиках, там, это уже на сегодняшний день повседневно, то, по-моему, их осудят, как, например, недавно посадили блогершоу. Смотрите, вот какая интересная ситуация. С одной стороны, вот объективно, свободы стало больше после Ислама Каримова, да? Во многих смыслах. Но с точки зрения религии, да? Нет, не религия, так скажем, вот это... Это общество. Ну, общество стало типа духовным. Общество стало религиозным более. Как это слово было? Которое все прикрываются. Манавиат. Манавиат. Манавиат, да. Вот этот вот Манавиат, он стал хуже. Раньше вот этого Манавиата не было, все были заняты, то, что они должны выжить как-то, и особо, так скажем, не понимали. Ну да, именно еще есть такое, что вот Диджей Миран, он дропнул свой твит, все, он забыл о нем. Никто об этом не пишет, никто ему в лицо не высказывает, а сейчас дропнет что-нибудь, и найдется 500 людей, кто захотят раскритиковать вам. Да, тебя абсолютно фальксист тебя все осуждать будут. По-моему, это хрен, когда тебя критикуют. Ну, не все готовы к критике, понимаешь? Тебе 18 лет, ты дропаешь Славу за полос. Ты прикинь, какой ты уязвимый. Поэтому люди все это, когда они там вынашивают и уходят. И это мертво. А они, блин, просто, блин, это настолько безкуликсов творчества, что я кайфую, как и по-моему. Да. У меня есть такое. Кстати, вот они реально первые БТСники, да, типа? Они смотрели кроколпак, что мужчина может снизить. Я часто ждал, он в столе стоял. Блядь, реально, что? такие и песни, как у БТС. Знаете, вот эти вот песни 2000, там кроме попа еще был рэп. Он мне до сих пор кажется крутым, хоть и крючевым. Например, помнишь, вот этот был рэпер Назам? У него была песня Умер. У него, у него там в клипе там целый триллер был. Там продают наркоту, в клипе там милиционер снимается, да, я тебе потом скину там. Многие это знают. Песня называется Умер. Короче, там история такая, то что прям есть целый сценарий и он крутой. Достаточно. Там чисто вот если смотреть как сценарист, там есть герой, есть антигерой, или как его звали. Потом есть конфликт. Все это решается как-то есть. Они первые закончили так, что есть вторая история. И в конце из-за того, что это, так скажем, триллер, она не хэппи-эндом заканчивается. Ничего себе, это чисто тема нулевых. Да, и это тоже все снято очень плохо, но поэтому это круто, я считаю, да. Не, ну, есть запал, как бы есть, да? Да. Порох есть. Сейчас, сейчас вы видели что-то похожее из клипов? Из клипов вы что-то похожее видели? Нет даже такого рэпа, знаешь, о жизни, мне кажется. Почему-то. Не, ну, рэп, по-моему, умер. Рэп умер. Я, кстати, видел его выступление, он, так скажем, он поэт, оказывается. Я его, он свои тексты, как стих рассказал, я такой, вау. Да, без музыки, без ничего. Да, он реально поэт. Нет, насчет рэпа, он реально мертв. Ну, типа, все уже, как бы, был шахрухон из узбекской, да, или... Ты про узбекский рэп? Нет, ну, вообще, в общем и целом, рэпом он... Сейчас в целом рэп как-то немного перетрансформировался же. Ну да. Например... Он больше на попсу похож. Да, да, он сейчас вот так поменялся. У него даже было какое-то свое название, сейчас не будем на этом заостряться, но в целом он немного поменялся, рэп чуть-чуть в сторону попсы сдвинул. Нет уже того гангстерского рэпа, он не заходит, или вы слышите Мернинского. Кстати, максимально странно то, что было бы, если бы у нас писали про гангстерский рэп. Какой нафиг гангстерский рэп? это твой одновременно, если ты такой проще, проще. Не, кстати, вот наш рэп, который мы слушали, ну, не мы, но наши, да, знакомые, в девятом классе, там, не знаю, в восьмом классе, именно местный рэп, он сводился больше менсиэнэссюидэм, мама его слышит, такая, шкрицет. Да. Да, да, еще хуже, если тебе с МВД позвонить. Да, ну, ладно, все в достатке, только... Кстати, я вспомнил одну историю со школы, я тогда учился, если не ошибаюсь, в девятом классе, и мы тогда все сидели в агенте. А, да, помню, помню. Скрытый, незаметный, что-то такое было, да? Был такой случай, короче, приходит классная руководительница и говорит, пришло сегодня СМБ на то время, и, так скажем, забрали одного ученика из-за того, что он в агенте на аватарку поставил Каримова. Он, причем, поставил его чисто как своего идеала, типа, вот, я хочу быть таким же крутым, как Каримов. А это не, типа, не х**ш. Это не х**ш. Это реальная история. Просто она зашла нам сказать, чтобы никто так не делал. Да, ты можешь быть угадит. Да. Я ложу, принадлежит. Чувак, который тебя за это чуть не посадили, отзовись. Ты, Чанташи. Кстати, вот эта вот статья, общественный порядок, она не объективна. Она, она резиновая. Да, она резиновая. Можно, вот, например, та же самая блогерша, которая, Севинч с Адулаевой или Адулаевой, я точно не знаю. Ты знаешь, за что ее посадили? Это та, которая, типа, со своим парнем, да? Она выложила лавстори, так скажем, со своим парнем, и до нее докопались, типа, она откровенно одета. Но, если посмотреть ее инстаграм, она везде примерно так одета. Почему именно тогда, и почему чуть-чуть, вообще, реально непонятно. В смысле? Я даже сейчас уже агрессирую, то, что пусть человек надевает то, что хочет, ё-порс, это, да? Какое вам дело, да? Такое тихое внедрение религиозности, да, да, и это, наверное, следующий этап этого, как там было? Окно Амертона же было? Это один из этапов окно Амертона. Еще раз напомнишь, что такое? А, когда тебе внедрение нереальных вещей. Там шесть этапов, что ли, есть? Блин. Типа официально это не запрещено, но должен. Это, с другой стороны, знаете, почему делается? Это, наверное, делается потому, то, что есть, типа, старшие поколения, которые держатся за свои старые ценности, и большинство людей, которые сидят в госаппарате, так скажем, это такие люди. А ты думаешь, что младшее поколение чем-то отличается, чем-то лучше насчет этого? Ну, на самом деле, да. У Чехова есть произведение «Дом с мезонином». Маленький такой рассказ. И там два главных героя спорят, что важнее, наука или искусство. Ну, это конец 19 века, человечество идет, ну, там, путем, быстрыми путями, очень быстро развивается все. И герои думают, вот, скоро, совсем скоро у людей появится очень много времени. И куда человечество должно свои усилия вкладывать? Либо в науку, либо в искусство? Ну, в свободное время чем должен заниматься человек? Рисовать или же типа что-то новое? Почему так категорично? Типа, почему мышление такое типа, либо черное, либо белое? Почему нет серой градации? Герои так размышляют. Хорошо. Я думал, ты так размышляешь сейчас. Так, что же важнее? Конечно, самый банальный ответ оба. Оба? Да. Но я склоняюсь к культуре. Серьезно? Почему? Ух ты, вот как раз такой уж конфликт есть. Да, чего я хочу. Вау. Жень, лернтор. Да, да, да. Нет, я в том, что не знаю, блин, это круто. Если тебе скучно, идти, рисуй, пой, развивай свои. То есть, это все ты делаешь телесно, руками. В остальное время у тебя и без того напряженный мозг. Когда ты работаешь, только тогда ты способен искать легкие пути. То есть, развивать науку. Допустим, блин, почему я, допустим, должен отрезать себе ногу? Фу. Я должен его вылечить. Легкие пути ищешь. А когда ты расслаблен, ты должен, не знаю, всеми плечами пытаться что-то такое создавать. Нет, оказывается, это круто. наука и искусство, они очень похожи. в принципе, работают, по-моему, те же отделы мозга, да? То же ощущение, когда и ты что-то решаешь по математике, и что-то там, не знаю, рисуешь, музыку создаваешь, да. Они очень похожи. И вот поднимался, во многих подкастах поднимался вопрос после 25 февраля, помогло ли, или могло ли помочь искусство предотвратить все, что произошло? Зачем вообще искусство, типа, зачем искусство? Я думаю, помогло бы, но помогло бы упразумить большее количество людей, кто именно непосредственно сейчас взаимодействует с этим событием. Не, вообще, искусство, оно же ассоциируется со свободой, и у нее нет, на самом деле, определенных целей. Например, у нас говорят, что кино должно воспитывать, какие-то там, например, выступления миллион, они критикуют их за то, что они тарьянов за, да, все такое. На самом деле, искусство, чаще всего те, кто занимается искусством, тоже говорят, что это должна быть абсолютная свобода, там может быть что-то плохое, либо хорошее, либо что-то непонятное, но основная идея, то, что это, так скажем, внутренний мир человека, или его фантазии, но люди умудряются их вот это вот искусство как-то использовать там в логих целях, либо как-то, как сказать, не использовать, а показывать ее вот так. И в целом, многих творчество появляется из-за, так скажем, беды же, к примеру, с разного страна, этот мусап, он почему стал популярен? Он был вроде в бегах, если я не ошибаюсь, у него была беда, и он всю эту беду творчестве воспел в песнях. И, если знаете, он когда вернулся, вот эти у него песни стали «Ашелсон и Жерегли», да, как там его. И, если его так по крутости смотреть, его первые песни крутые, я считаю. Сейчас у него заказы, типа, то есть... Твой ранкизи уже человек не выпускает. Да, вот. То есть очень много свободы, но, опять-таки, на протяжении многих лет же есть вот эта пропаганда, даже не месяц, не год длится, а именно полушагово, годами тебя цензурируют, тебя, там, я не знаю, какая-то пропаганда с твоим творчеством появляется. Ну, ты про цензуру от государства, да? Да, да. Ну, если сама цензура, когда человек, ему никто прямо не говорит, не делай этого, не делай того, да? А ты сам уже понимаешь. Ты уже в рамках, да? Да, ты уже сам себе это тлинцлисинг дигантин, да? Что я должен, только это стих хорошее, светлое, но, блин, творит в творчестве как и светлого много, так и тёмного много, и это факты. Насчёт этого, кстати, вот для меня изобразительный искусств, например, совсем непонятно. Вот я смотрю, я сколько раз заходил в Советский музей, вот я, ну, что это вообще? Зачем оно? Значит, ты, наверное, больше текстов воспринимаешь в творчестве? Ну да, текст. И, кроме этого, знаешь, в творчестве не всегда должно быть конкретное объяснение, а должно быть так. Например, фулужник что-то нарисовал, и в нём зрители видят своё. Понимаешь? Что-то своё, да, как это называется? Ну ладно, бог стихи. Вот, например, смотри, один такой, так скажем, более хороший пример. Например, вот Ирина Кайратовна снимает клип. Он снимает такой весёлый клип, где что-то пусят, но у них есть скрытые отсылки, которые не все поймут, так скажем. Менее интеллектуальные люди просто посмотрят на красивую картинку. Более интеллектуальные увидят отсылки там, к разным вещам. И это тоже своего рода искусство. И вот, так скажем, менее интеллектуальные зрители оттуда заберут только красивую картинку, а более интеллектуальные увидят то, что они как-то увидят их позицию, так скажем, насчёт государства, насчёт всего происходящего. К чему я это веду, да? К тому, что вот, ну ладно, если мы будем видеть всякие отсылки, понимать там, что-то чувствовать, смотря на эти картинки, на видеоряд или там, слушая музыку, это всё, конечно, классно, ну, эмоционально, но, но что кроме эмоций это несёт? Смотренность это очень важно, супер. То есть важно смотреть, фильмы, слушать разную музыку, смотреть на разные картины, читать разные книги, газеты, журналы, это всё важно, потому что это несёт тебе насмотренность, это опыт. То есть тебе обязательно нужно проработать 20 лет, чтобы стать, допустим, директором школы. То есть без этого тебя никак не сделают директором школы. И так же и в жизни, и в творчестве, то есть это всё потом в будущем отсылается в твоих разговорах, в твоих мировоззрениях. Типа у тебя есть полка книжная, она сначала пустая, и ты потихоньку начинаешь там да-да-да, вставлять что-то. Соответственно, так и взрослеешь. И так у тебя вырабатывается своё мнение. Почему мы говорим, что чьё-то мнение навязанное, потому что они не прошли через все эти фазы насмотренности, начисленности. и я думаю, это важно. Просто глупо отведи ожидать вот эту сейчас поп-литературу психологию, где ты читаешь поучу, да, ты и ты, типа, спросишь ещё, лэк. Типа всякие, эти... для меня. Ну, дала, для меня тоже примерно так. Ты тоже... А кто автор? Не мой дядя, потому что он всегда говорил, азанаярте в трусах, ага. А кто рано встаёт, там Бог подаёт, он всегда так говорил. И будил меня в 5 утра, говорил, ца-тоус-болт, трусыщ. Типа, вот, да, сейчас люди хотят быстро вот это всё пройти, все эти фазы, взять три книжки по психологии, начитаться, просветиться, и так, типа, всё, теперь я знаю как с людьми себя лезти. И вынести на всякий коуч по психологии. Ой, блин, вот это, блин, такая больная тема, многие сейчас вместо того, чтобы верить в этих гадалок, которых верят наши, наши, да, старшие, сейчас молодые девушки верят во всех этих, да, коуч всяких этих, да, которые говорят, да, типа, там, что-то делаю, да, мою мать, чел, ты посмотри, какие-то лекции нормальные, да, ну, все это, посвящаю себе это, 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 название. Не, какое название для подкаста, да, Фрейд угнулся, ха-ха-ха, пиздец, Фрейд угнулся. Вся молодёжь хочет просто три книги прочитать и просветиться. Фиква. Читайте больше омлутки. Кстати, а почему вот именно в наших странах, в бедных, особенно в СНГ, люди хотят всё быстро и без труда? И вообще не хотят, это везде, это везде. не хотят на себя брать ответственность. Это везде, ну, любой человек хочет везде. Не совсем везде, например, вот если брать самые демократичные страны, там люди понимают то, что их жизнь полностью в их руках. у нас это не так. У нас, например, они больше думают, так, мы выберем правильного президента, он устроит красивую жизнь в Узбекистане. Что типа этого? тупо просто дело, наверное, в образовании, сам в начало, да, типа. На самом деле природа человека такова, что он идёт по пути наименьшего сопротивления. Да. Это везде, не только у нас, даже в самых демократических странах, просто их с самого детства научают, их учат брать ответственность на себя, их учат, что если тебе что-то не нравится, об этом надо говорить, высказываться, да, с садика там, не знаю. И поэтому у них так, а у нас так. А что мы можем сделать, чтобы это всё как-то изменить в лучшую сторону? Переехать. Хороший вариант. Не, серьёзно, есть варианты? Ой, блин, я много над этим думал. Вот возьмём образование, да, вот я уже сколько, 6-7 лет работал в сфере образования, работал и со взрослыми, и с маленькими, и со средними, да, и вот что сказать, сложно их изменить, сложно изменить их отношение к делу. И вот замечаю, вот в пятом классе есть дети сильные, есть дети слабые. И потом я знакомлюсь с их родителями. И про что именно сильные и слабые? Про обучение? Про знания, да. То, как они воспринимают информацию. Потом я знакомлюсь с их родителями и выясняется то, что вот самые такие способные дети, у них и родители такие, знаешь, относятся к своим детям не как к подчинённым, у них такие выстроенные дружеские отношения практически. А, да? Да, то есть сын и дочь относятся к своим родителям и не так, типа да, типа нехлайн, нехлайн. Ну, практически да, да, как друзья, как друзья. У них больше свободы, да? Да, они воспринимают их как равных себе. А вот в семьях, где вот это, да, и когда не обращается внимания на своих детей, выстроенная иерархия вот эта жесткая. Да, когда не обращается внимание на своих детей когда он сколь когда не обращать внимание своих детей то у этих детей как правило сложнее дается усвоение каких-то предметов да намного сложнее может быть я не прав но мне так кажется что если в семье нормальные взаимоотношения то и воспринимает дети информацию намного лучше и конечно же родители показывают на своем примере многое поэтому я думаю что для того чтобы вот дети не только дети взрослые были как ты говоришь более ответственные более способные это все должно выстраиваться семьи то есть с менталитета то есть школа что-то поменять не может потому что честно говоря и в школе и в вузах да работают те же люди да за те же но при этом смотри чтобы поменять семью мы должны поменять так скажем главу до семи взрослых очень трудно изменить это замкнутый круг знаешь да 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 ты все больше становишься консерватором который держится одного одной точки зрения и не отходит от этого и это тоже все объясняется физиологически потому что если человек так скажем потеряет эту точки зрения он потеряет опору вообще на жизнь не сможешь жить и я вообще думал то что мы наверно должны работать с молодежью и с подростками я еще с теми кто полностью еще не сформировался и с детьми не знаю но вот вот подростки и в целом другая вот эта молодежь от 18 до 30 грубо говоря или до 25 мы наверное им должны как-то объяснять все это показывать на собственном примере быть примером и я думал то что чтобы сделать это наверное надо как-то привлечь их внимание чтобы и даже даже наверно показать себя каким-то крутым и показать почему ты до точнее так показать что ты крутой потому что ты его такой-то ты свободный ты живешь вот так и так далее я ведь работаю с разными возрастами да и мне кажется что нынешние они меня дети да дети они менее заинтересованы в том что происходит вокруг или мне может быть так кажется с моей позиции типа я старик типа а все эти поколения хуже да нет вот чисто мои классы с которыми я сейчас работаю просто вот идеальные мне просто так повезло что у меня вот очень сильные дети попали да и там одиннадцатый класс и восьмые классы у меня сейчас они просто очень сильны но в общем целом я знаю что другие дети да не такие ну большинство не такие чтобы большинство они аполитичный а интерес к политике да это говорит о том что человек вообще интересуется жизнью тем что происходит вокруг своим местом в обществе и в этом плане поколение подрастающие оно оно не заинтересовано в том что происходит вокруг они они аморфные как будто бы это зависит от родителей у да-да-да которые говорят типа войны лиз улевали и лиз на руи этого достаточно хорошо пара выученная беспомощность наше время тоже так было стоя тоже так будет да кстати вот сейчас появился предмет шестых или в седьмых классах называется science наука и там в одном предмете объединили биологию химию физику и географию через да это просто отличная идея но проблема в том что у нас нет программы учебно-методического комплекса и тресал да и нет преподавателей учителей которые могли бы да хочу все это объяснить на самом деле у нашего населения мне кажется довольно узкое представление о том как устроен наш наш мир да то есть научное представление о том как устроен наш мир у нас такое да так себе блин еще один шаг просто убийцы науку раньше вот кто-то если не знал физику то знал ними и углублялся в это они не я я абсолютно не согласен потому что ну человек знает какие-то формулы по физике и чё как бы ну честно у нас в школах мне кажется я учебники смотрел там особо не объясняется как устроен как устроен наш мир там чаще формулы в этом в школе заниматься получше ты там много чего узнаешь опять-таки у нас есть скольное образование и есть платные которые послескивают так вот я говорю сейчас вот эта наука science она просто идеальная она вот сначала дает объяснение всему а потом уже ты можешь углубляться сначала нужно заинтересовать да но при этом вот эти методы получается убрали да географию физики нет по моему седьмой или восьмого класса они будут отдельно идти да а но сначала она будет лучше да сначала хотят дать понять о том вообще как устроен наш мир это вообще отличная идея и просто осталось это ну как бы реализовать хорошо реализовать идея отличная кстати насчет физики на самом деле знание физики мне кажется очень хорошие знания которые в человеке так скажем развивают другое мышление представление и например я после того как я занимался физикой кстати фанша самый топовый учитель я слышал мой братишка у него занимался выиграл олимпиаду короче вот после его объяснений я очень много вещей начал знать и я очень долгое время после это не мог смотреть фильмы потому что тупые да потому что ты видишь вот эти ошибки которые раньше не знал например кто-то падает прием резко останавливается и зная физику ты знаешь что если ты так резко остановишься это все равно что как просто упасть в бетон примеру да и ты такой сидишь смотришь мстителей все время осуждающих и потом знание биологии тоже очень ну как бы обогащает тебя по моему вот реально детей нужно сначала обучать вот этим вещам до базовым типа чтобы они понимали чтобы они потом не становились религиозными ты должна из наших скажу прямо у меня очень серьезные родители у меня папа молится бабушка у меня хоть я слышно мы я просто выросла супер в религиозной среде но при этом нас никогда ничего не переживали что вы понимали у меня две татушки на ручке чё там написано это у я на каргабахском написано и это самое свеже к дуния дагу бахатлы инсан болгайсан день а это бабушка мне письмо а я-то думал бабушка набила кстати я тоже подумал блин это офигенно же да на каргабахском татучи забивать это уж как-то думал скорее все это не сделаю потому что ну блин у вас тоже такое есть за то что ты думаешь о будущем а что если да я там где-то окажу до 31 декабря и у вас тоже ну у дудя же есть такой внутренний пацан знаете да типа внутренний пацан запрещает мне что-то делать у это же есть внутренний не пацан а будущее я внутренний который скажет потом типа амир ты что типа да у меня есть вот будущее амир по моему когда у тебя будет этот кризис среднего возраста ты набьешь что-то возможно я кстати уже переживал несколько раз переживал кризис среднего возраста я уже сколько 50 что ли 26 ну как бы не шутки нет мне реально было несколько теплесняков таких я типа горел бля мне 22 ёпта да типа не умеет вы реально такое было это возможно не кризис среднего возраста просто какой-то другой кризис это например у меня было во втором курсе в универе когда я первый год ходил радоваться вот и поступил я студент там ташкентского буза да а потом ты дальше понимаешь то что вот что больше и на самом деле у него не такой крутой как ты думал и не как фильмах американский да да и да и даже не баба и даже не как сериале универ если губкинец так говорит что что говорить уже как бы до остальным ну вот и наверное это какой-то другой кризис счет я кстати вот насчет тату хотел сказать я со школы еще заинтересован тату и во время студенчества бы да да во время студенчества было дикое желание забить тату но при этом была вот дикий страх у меня вот голове засела мысль то что тату очень вредно для здоровья потому что короче когда я учился в школе я ходил в компьютерные клубы и в одном из компьютерных клуб был один чувак он старший был ему лет 20 или 25 тогда было и он был спортсменом и он я его долго знал я не помню как его зовут но где-то полгода мы с ним тусили мы вместе играли там в контуре или чё-то типа этого и он резко похудел с чем полгода и он сказал то что он резко похудел из-за того что он набил тату может он спитом заразился возможно кстати что первая садия это худеешь как до косточки потом у тебя уже начинается какие-то позни за потом снимет не самое да просто я помню то что он был пипец качком он реально был второе веко и через полгода он вот стал более худым и он сказал то что он потерял большой вес и вот вот это вот для меня стало своего рода так скажем травмой потому что вот это был примерно 5 6 классная вот ты хотел тогда стать качком я например хотел где-то сейчас хочу стать качком хочу быть потом похудел я блин это такая история я короче в универе качался нормально был форме там 80 а 90 короче был потом во время карантина мне стало скучно дома и когда ты набираешь вес ты набираешь вместе со жиром и у меня чуть-чуть живот появился я почему-то вот это такая вещь когда у тебя есть вот это ты хочешь это и наоборот это хочет это когда ты хочешь когда у тебя есть вес ты хочешь рельеф да 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 ты очень много да когда у тебя рельеф ты хочешь большой вес и когда у меня был большой вес я захотел пресс я начал худеть и я слишком так скажем перехудел я с 88 спустился на 69 кило для здоровья да да я готов очень долго время не мог даже пару кило набрать я слишком долго держался на это весь во время карантина я набрал вес сколько там больше 10 килограммов за за два месяца это был это кстати было не мышечная масса да и это да 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 и это показывать на здоровье вот честно вот реально одышка появляется уже тяжело не просто бегать ходить тяжело да реально как бы я удивляюсь этого кристиан бейл да он сколько раз да он худел до 45 килограммов потом толстел до 120 потом качком ставился потом еще раз худел как он до сих пор жив я кстати вот этот вот свой эксперимент не первый раз повторяю я такое дело в 2013 я тогда тоже набрал 85 что ли что-то типа этого и также спустился до 70 или почти 59 не сказывается но я просто говорю то что я почему-то наступил на те же грабли и вот так два раза сделал и вот когда вот эти посты увидел я почему это рассказываю как кристиан бейл вот так худеет я вот блин оказывается я тоже так умею потому что когда я вот эту картину увидел то что он здесь там 7 здесь 80 90 я сразу себя вспомнил и такой бля прикольно я кристиан был американский психопат да халопатский психопат раз у нас гости работают войти давайте брать и работ поговорим давайте как у нас обстоят дела сайте в улыбекистане и в частности в коробахстане но если ты знаешь как по пакстане очень не в курсе даже пыталась узнавать потом установ сашкиндия лучше да это сто процент тем более сначала войны в ташкент приехала 700 российских там украинских компаний я тоже супер круто расширила рынок возможности я если говорить я работаю в в типичную узбекскую компанию основательно узбеки заводы доступа узбеки мы работаем на узбекский рынок по ходу работы я много чего изучаю поэтий то есть я знаю как должен как должна работать эти системы эти время в утопическом таком виде если бы я работал в америке то все работал бы вот так вот так и было бы круто да вы делали миллиарды но во первых мы не в америке мостарыша клиенты и всегда понимают чего они хотят как они хотят сколько они готовы за это они этого не понимают встретив кадры мы тоже я как сказал я изучаю на саду то есть потому что у есть куча рискатуры но все это сделано написано в америке я не могу просто это принято приходить и прямо используя в узбекистане это не работает не должна испробовать адаптировать и это будет время средства блин это все самое дорогое за это тратится и вот три проблемы клиенты сотрудники хорошо ты не знаешь как обстоят дела в коробокстане что думаешь что надо делать чтобы здесь она быстрее развивалась тому что-то надо изменить что-то внедрить блин я слышала про ребят про моего одноклассника который занимается робототехникой то есть просто пацаны и девчонки собираются и делают роботов всяких то есть допустим автоматически открывающие двери до я не знаю каких-то там мультяшников кстати прямо сейчас вспомнил что есть один парень он работает в президентской школе он физик он тоже кстати занимается робототехникой его можем позвать круто круто насчет айтишник у нас есть очень сильные умные ребята но я в альфиге опять-таки я понимаю прекрасно этих ребят все нужно как бы улучшить свою жизнь и силу за болтать или должен учились и все по разным местам нас за счет кадров в коробокстане супер много качественных кадров крутых ребят умных девчонок поцелов но опять-таки все работают по своим компаниям в своей сфере единственное что будет круто делать стартапы блин мы живем век технологий век когда допустим стартап там in driver сделал пацаны из якутии типа при чём тут да один якутия но просто он сделал это его по идее он забрал свою команду из своих друзей и одноклассников касмин допустим просто весь казахстан захватил будучи просто каким-то там онлайн бакинг проектом типа блин будет круто с ребятами делать стартапы это единственный наверное выход просто открывать компанию в коробокстане ну звучит не очень перспективно но сделать стартап и из этого стартапа сделать бизнес проект как там пойми клик и не все другие то есть стартап не считается бизнесом стартап считается каким-то решением которые нужно довести до бизнеса вот то есть да он может не получится да он может не там реализоваться но это будет опыт это будет крутой опыт все равно лог каждой крючки есть своя аудитория этому может быть типа аудитория на 100 тысяч человек но они на там 5 миллионов 10 минут и у нас как всегда вот если государство чем-то занимается это всегда делается плохо в том плане то что например вот войти у нас есть часики и отчасти есть роли государства вот это эти парк что типа эту недавно был случай такой то что мой один знакомый ты его кстати знаешь обек он короче увидел вакансию как в бакстане там эти вакансия так скажем что-то типа представителя эти парка что ли типа этого и сказали по требованиям при этом три требования достаточно высокие которые типичный человек не подходит там нужно хорошо знать английский и так далее иметь образование и он решил поработать чисто из-за того чтобы здесь побыть и так далее и чтобы опыт и ему предложили очень низкую заплату и когда я услышал эту заплату я тоже подумал блин чё очи деле атишнка ищут за 3 миллиона за 2 минут вон за такие смешные цен да да с идеальным знанием английского кто хочет зарабатывать 3 миллиона английского блин 700 тыс что ли чего хотите как он должна купить а ты еще в течение года даже если будешь заниматься у не идеальный английский будет такие вот дела но я еще четко хотел сказать насчет насчет не идеального английского вы можете позаниматься полгода у моего знакомого это не реклама не реклама байрам все или кто а мы все до за полгода он вас обучит английскому поэтому недорого не 700 тысяч 699 это было рекламу блин а есть ребята кто сделал переводчика с узбекского на кармел пакски из кириллицы из на латиницу скажем паксма на узбекские вы супер крутые я хочу вам кинуть шат-аут и хочу своей познакомиться кстати я недавно столкнулся с сузлик точка ком сузлик точка ком сузлик да он не очень есть переводчик фронт тире ту а я его тоже видел но я не пользовался но сузлик точка нормально пока я все слова нашел там о чем это онлайн переводчик по типу яндекс садов но он переводит с узбекского на чистейший каракл баксты ухты а кто это сделал просто студенты я перешла посылки наши да мы их тоже найдем и возьмем интервью из твит до 2 3 ребят которые просто сам проект не монетизируется но при этом улучшается я это прекрасно замечаю меня такая вау нет и узбекский карлпакски переводчики используешь а русский карлпакски русского карлбаса данный а в сузлик и он причем очень хороший там почти все слова на а кто в сузлик я тоже не знаю надо их найти теологи да кто знает разработчик кто да 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 контакты нужно сделать за собой переводчик как алисия типа блин это будет круто да это типа сделается один раз но останется на все года да кстати я еще думал то что надо сделать навигатор на карлпакс языке да 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 будет круто давайте искать инвесторов помогать друг другу типа клин это во благо всего вот и делает у нас я слышала ребят очень много ну бот и ставки такси еще что-то но боты вроде так скажем тема которую многие знают же кстати в апельсине был карлпакски языка его сейчас убрали не знаете он как в зумбанке остался тоже очень круто ты не знал в апельсине есть карлпакский язык у меня апельсина нет вышло приложение хазна называется вот у них тоже как это типа хазина и еще какое-то слово такое не хазна это же это казна обычно казна да обычная казна нет это узбекские слова нет на самом деле казна это тюркское слово поэтому да в общем тоже такое банковское приложение там тоже есть карлпакски были супер радует что очень много узбекских там локальных наших сайтов с карлпакским переводом кстати пройти у тебя есть вот этот вот прикол что говорят в семье возможно родственники ты же айтиши типа почти мне телефон который я в год несколько раз чинить телевизор как только там у неё одно это не показывает а это в ямом сериал пересмотреться у меня этот мухтар до сих пор а я типа это чисто по логике сделала один раз починила просто влашла там мастерки надо было шнур так было обновить я такая обновить и все заработало я такая кстати чему в школе надо так скажем больше уделять внимание по урокам чтобы в дальнейшем стать айтишникам хорошим о это классный вопрос во-первых компьютерная грамотность во вторых безопасность в интернете то есть мы все умеем пользоваться телефонами компьютерами но типа такие я просто хотел сделать одну ставку и теперь я бездомню вот это все исходит от неграмотности в интернете мне бы хотелось чтоб молодежь больше там шарила за свои личные данные в интернете это очень актуально это очень актуально и компьютерная грамотность в плане просто опять таки как и амир гаврил есть ребята которые в школе умеют программировать азы знаю знаю твой братик например есть другие ребята которые типа даже ворда пользуются ними это супер не круто в школе у вас как информатика проходила например у нас особо ничему не учили но я помню один раз к нам пришла молодая учительница с твит и она она начала нас чему-то учить и даже научила там html все такое но до этого у нас была преподавательница которая говорила открывайте word и напишите там сочинение кто больше напишет тому больше оценка для мы в поинте сидели powerpoint вот у вас росте деле у меня есть большая мечта и и значит из проекта кружо у дудя показывали не отчета просто айтишники с москвы собрались купили там 10-15 компьютеров и ездили по самым данным регионам россии и на неделю там оставались в одной деревне знакомились с ребятами учили в там сайты писать кто хочет там рисовать графики учили и так они проводили время и как по украдинально меняли представление стиль понял понял я сейчас такое же делает кука и стихия делай да недавно у стихии прошло да там ничего сделали графический дизайнер приезжали в войнах и там виза рекомендации я не знал я не знал про это а стихия вообще что за организация откуда она это немецкая организация поддерживает ну просто энтузиасты грубо говоря вот и насчет этого уже знаю например в даше время мы не знали как пользоваться вордом допустим потому что мы с этим не сталкивались у меня могла реферант атаки написать и мне могли петелка поставить нет нужно максимально загружать ребенка почему у нас не загружали потому что это не у всех есть компьютерах мы у всех ездений этим заниматься соответственно школа должна давать компьютер чтобы требовать у ребенка напиши рекера чтобы отступ был вот такой совместерочный интервал был вот такой что и это азы это типа когда сейчас ко мне приходит новый сотрудник или сотрудница и она не знает элементарные отступы и там или как сделать содержание как будто бы он написал с ошибкой знаешь грубые ошибки в грамматике я такая думал как у тебя высшее образование ты должен знать что размер текста выложу быть вот таким что техническое задание должно сдаваться ватт и было бы круто если детей больше привлекали к такому что презентация должна там требования презентации давать конкретные у нас есть привычка люди не умеют ставить конкретные задачи перед детьми ты сделай нет нужно говорить чтобы в презентации было 10 лицов три из них должны быть анимированы 5 из них должны быть вот такие стилистика должна быть вот такая и у ребёнок это делает а после этого после того как он это сделает он уже придумает как это улучшить насчет этого по моему детей с лишним загружать нельзя для этого конечно должны быть и учителя как бы соответствующие а насчет этого да то что опять же в учебниках там блин уж седьмого класса начинать с такой прям блин там надо попотеть да 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 вот реально очень много вещей ну лишних и знаете вот программа не программа это американские школы они ведь из какого-то класса начинают выбирать предметы для себя вот они хотят заниматься математикой и физикой и английским все а литература им не нужно ну пусть занимаются да а у нас ты хочешь этого не хочешь ты занимаешься этими предметами ну мне кажется это наоборот хорошо что типа ты то что ты сильно занимаешься обязательные предметы это но не все но должны быть обязательные предметы потому что это супер важно то есть тебе 13 лет ты думаешь что тебе не нужна литература вы заметили что климат изменился вот реально даже на кусь капусту он стал более непонятный да да дальше было зимой холодно снег очень узел примерно одинаково летом жарко летом кстати раньше было намного больше дождей вот когда мы были совсем маленькие это типа 6 год 5 года дожди было очень много я помню летом было там 3-4 дождя хотя бы да а сейчас вообще типа бывает бывает вот когда вообще нет осадка я если честно каждый раз вот не понимаю что за погода на пусть я приезжаю хоть и холодно весь одно солнце светит да или наоборот и душа или какой-то мне не знаю пыль истории что мы можем можем чуть-чуть обсудить вот вот тот же климат вот я что хотел затронуть да помните раньше мы этих убивали лягушек а сейчас лягушек нет вообще да кстати да потому что их все эпидемии ясненько ясненько нет оказывается вообще эпидемия у этих у присмыкающихся у рептилий нет реально их было очень много но оказывается появился какой-то вирус который истребляет всех их это происходит не только у нас типа в хороповстане и по всему миру по поводу баланс не держится и типа знаете кто или что человек да конечно антропа антропа что-то там было короче вымирание из-за человека оказывается в начале прошлого века 20 веке какой-то человек перенес каких-то лягушек из одного острова в другой остров а у этих лягушек в одном острове был какой-то вирус очень редкий и он стал распространяться по всей этой южной америке потом он стал потихоньку переноситься и в другие места и вот в начале уже нашего века 21 он перешел и к нам в среднюю азию из-за этого все присмыкающиеся в основном лягушки они умирают вот реально вы заметили что лягушек сейчас очень мало надо практически нет раньше рядом с нашим домом 24 метров я не был пруд точнее он до сих пор есть и там прям слышно было как лягушки квакают да да сейчас я давно не слышим такое днем и ночью они квакали а сейчас их нет я постоянно там стою слушаю может хоть кто-нибудь да кто-то доделает но это обычные люди да в это возможно еще из-за урбанизации строится каменные джунгли и все меньше деревьев меньше воды кстати деревьев стало очень мало но это знаете вот этого человека который строил дома для бездомных как же его звали у тениазов тоже он не камал у тениазов был все вспомнил это он камал у тениазов тоже он кажется герои да я узбекистан не великий человек куча как вот он построил очень много садов и вот есть видео из 21 года и из 80 года сад 80-го года он только большущий прям лес и со 21 года там многие места уже то типа обугленные там пустые и там постройки уж какие-то маленькие одноэтажные там что-то строят уже когда внуков прилетаешь как будто глядаешь его этот пустыне не пустыню а как будто после войны остатки останутся руины все прожженные руины и так больно от этого становится вообще пипец и в целом даже если вспомнить просто наше детство 2000-е деревья было намного больше давайте вспомним например рядом с музеем нынешней территории там мне кажется были были деревья пара была рядом с парком парка мира тимура там тоже было очень да там вообще очень много было деревьев еще до того как не было манежа там были сплошные деревья я помню если вы помните и город дел знаете где городе ага 4 микрорайоне там оказывается как построили городе был прям большой такой парк не то что парк там деревьев было очень много там тоже сейчас ничего да да где вы сзади первого лица и все а еще самое главное как же легко разрушить да как легко разрушить ну как легко все детства и делались блин загнали на фейк паевы блин ребята эти в пальмы стоит по несколько миллионов посадите деревья чем наша правда нет реально чего блин и кстати какая тупость садить эти елки у нас климат не так мать у нас средняя азия у нас не сибирь мать нет посадите там не знаю более подходящий нашим условием какие деревья сажают каждый год мы сажали в университете деревья ну елки эти они каждый год умирали мы опять сажали опять каждый год одно и нету посадить чё-то нормальное зато ты отличился да 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 будет интересно это очень даже блин мы вроде все одного возраста и этого типа супер по-разному прошли студенческие годы а ты как ты не ездила тем более ташкенте ташкенте особо не ездят а лицей колледж а ты не ездила потому что как-то удавалось не ездить или я тоже кстати не во время колледжа не ездил потому что я был в хороших отношениях с куратором но я ездил вместо родителей на дневные их отправляли воскресенье субботу например воскресенье не было учебы и они хотели отдохнуть и горит сходи за меня мы тоже там особо не собирали всего лишь 100 килограмм какой же кайф то что хлопок сейчас отменили да кстати вот и на убыток вы знаете как вообще отменили хлопок может вы скорее всего знаете это же было так то что международное сообщество начало говорить да вы эксплуатируетесь детский труд нас насильно заставляете людей они отменили нас и продукцию по сада и после этого это так скажем было одной из основных причин давление началось еще в 2002 году отменили 16 да в целом да но целом это давление с каждым годом усиливалось вроде бы и это тоже в целом так скажем заслуживало служила одним из факторов одной из причин и руководство страны решила вообще поменять курс да 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 решила стать более играли если бы международное сообщество так не сказала по моему это так и не изменилось бы вот и просто я к чему это говорю как-то не помню именно какой случай в какой-то стране вот начали говорить то что вот эксплуатируют детский труд что-то типа этого я это репостнул в инсте это еще все времена когда многих людей совсем не было гражданской позиции по моему 1016 где-то а по-моему это было про то что вот эти вот из же магнаты которые выпускают выпускают продукцию шоколадную ну типа да да и они используют детский труд чтобы собирать шоколад что-то типа этого и мне кто-то написал зачем тебе это это же себя не касается я уже прошли я подумал про мороженые магнат хорошую хорошую не я про крупную компанию короче вот и я начал ему объяснять то что мы как люди должны друг другу помогать и начал говорить то что ты был на хлопке вреда я говорю ты рад тому что его отменили вреда я ее начал объяснять то что люди в других странах как я типа начали говорить то что мне не нравится то что там людей заставляют собирать хлопок заставлять детей собирать хлопки и так далее и вот так началось там был какой-то вот резонанс международный и начали объявлять байкот там не покупать нашу продукцию и это послужило фактором того что отменили хлопок и мы начали жить так скажем как более современное общество и людям много чего это не понимают и это надо им объяснить я не знаю как если каждому так объяснять но все у меня например когда маму отправляли на работе он на хлопок она нанимала другого человека типа за свои день да 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 это не то что со стороны государства это наверно из-за чиновников потому что они говорили мы сделаем план и когда они не могли сделать этот план они заставили давили на людей и более того вначале было так люди сами ходили потом появились вот эти наемники и когда появились наемники так скажем начальники этих учреждений чаще всего госучреждений они начали говорить так работникам ты нанимаешь наемника пусть он собирает вместо тебя а ты сам приходи на работа надо было так можем тут как бы закончить до любимая фраза цитата из пацанских а из пацанских фаузы книги вообще типа а я хотел сделать это связанный с волк а не знаю мальцевая левая фраза это из книги воевая философа отерт фауз я часть этого вечной силы что лично желает зла но совершает благо спасибо вам большое спасибо тебе успехов фокус всех с новым годом все смотрите все в сон зубы слайки мой ты наверно через месяц два ухите а возможно вообще в июле